Стоит ли доза изломанных судьб? Историями своей жизни делятся члены общества анонимные наркоманы. Сегодня тема дня посвящена людям, которые сумели завязать. Рассказывает Мария Алексеенко. Сколько молодых людей умирает от наркотиков? Сколько детей остается без отцов и матерей, попавших во власть этой зависимости? Многие так и уходят, не узнав, что выход из этой проблемы есть. Этот репортаж мы подготовили, чтобы доказать, что жизнь без наркотиков существует. О людях, которые выбрались из наркотического безумия прямо сейчас. Многие из ребят, с которыми мы общались в процессе съемок, из благополучных семей. Они хорошо учились в школе, закончили институты. В какой-то момент в их жизнь вошли наркотики. Чаще это случалось из любопытства или из желания соответствовать навязанным уличным стереотипам. Ребята, ранее употреблявшие наркотики, согласились встретиться с нами и рассказать свою историю. Этим, возможно, кому-то спасти жизнь. Я употребляла наркотики, да, очень долгое время. И конец моего употребления можно написать так. Я живу с родителями, в моей комнате не было практически мебели. Она часто заходила просто проверить. Не умерла ли я там. Мама все это видела, но я молчала. Я когда начала выздоровывать, моя мама мне сказала, что она просто ждала, когда я умру, и просто ко мне не лезла. Многие мои уже знакомые пробовали их, да, и по рассказам их, что непередаваемые ощущения. Меня, конечно, это заинтриговало. Я попробовал тяжелые наркотики. С первыми дозами наркоманы считают, что жизнь – это сплошной праздник. У них нет проблем, они учатся, работают. Но это только иллюзия. Рано или поздно наступает другая стадия. Стадия деградации и различного рода психозов. Эффекты малопредсказуемые. Хотели покурить, получить удовольствие. А получились какие-то страшные, ужасающие галлюцидации, под воздействием которых человек может совершить какое-то общественно опасное деяние, быть опасным для себя, для окружающих, совершить суицидальную попытку на кого-то напасть. Я часто закрывалась в психиатрической лечебнице, потому что я думала, что у меня крыша правда едет. Потому что я под воздействием наркотиков пыталась много раз выйти в окно, потому что у меня были галлюцинации, и казалось, будто бы там кто-то меня ждет и меня зовут. Да, я слышала голоса. От небольшого штрафа до пожизненного заключения. Такое наказание грозит тем, кто связан с незаконным оборотом наркотиков. В 2017 году сотрудниками МВД России по городу Северодвинску к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков привлечен 71 человек. Зарегистрировано 127 преступлений и 90 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято более 4,5 килограмм наркотических средств и психотропных веществ. Употреблять я начал довольно-таки давно, более 12 лет назад. Ну и логичным окончанием всего это было, естественно, задержание органами полиции. То есть даже в момент вот этого ареста судимости не смог положить окончание моему употреблению, но совершенно случайно попал на группу анонимных наркоманов. Увидел там людей, которых знал раньше о употреблении, таких наркоманов, которых я считал, что они уже кончены. Думал, что они давно умерли, и тут они сидят. Я вижу, они счастливые, улыбаются, не один год остаются трезвыми. И знаете, меня это зацепило. Таких историй много. Герои этого сюжета нашли выход. Они обратились за помощью в сообщество анонимной наркоманы. Долгие годы, как бы, да, искал какой-то путь. Я пробовал много способов, там, всяких больниц, там, капельниц. Сказали, что есть такие группы анонимных наркоманов. Но у меня уже было полное отчаяние, я уже просто, как бы, не знал, куда податься. Когда я пришел на собрание, я увидел таких же людей. И у меня еще такая вот гордость сыграла, что раз они могут, что я не могу, что ли. На сегодняшний день я прямо огрел свободу от всех веществ. И у меня жизнь совершенно прямо в корне изменилась на 360 градусов. Анонимные наркоманы – это общественная, некоммерческая и нерелигиозная организация. И главная ее цель – помогать зависимым от наркотиков. В сообществе нет психологов или врачей. Бывшие наркоманы помогают тем, кто еще употребляет наркотики. Опыт – вот их главный инструмент для выздоровления. Когда я пришла на свое первое собрание, я увидела людей. Они были действительно наркоманами. И они были счастливы, они правда были все трезвы. Я чувствовала себя очень одинокой. Мне стало интересно узнать, как это работает, что нужно делать. И мне правда захотелось попробовать дать себе шанс остаться чистой хотя бы на один день. И у меня получилось. На сегодня я чисто один год, два месяца. Собрание групп анонимных наркоманов проводится практически ежедневно в 8 часов вечера на Ломоносово, 25А. Здание на безвозмездной основе выделил местный психоневрологический диспансер. На собрание посторонних людей не пускают. Для нас сделали исключение. Наша исключительная цель – это помощь тем зависимым, которые все еще страдают. Но на самом деле первый раз прийти всегда очень страшно. Я и себя прекрасно помню, как чувство страха присутствовало. До чего я туда пойду? Ну, новичка мы, конечно, окружаем прежде всего. Заботой, вниманием, доверием. Ребята, как правило, видят, что, когда приходят на группу, что там нет ничего страшного. Там такие же наркоманы, которые справились с этой проблемой. Прийти в сообщество может каждый наркозависимый. Главное, чтобы было желание, как говорится, завязать. Участие бесплатное и анонимное. Если вы ищете помощь, если вы потеряли свой ориентир в жизни, если вы употребляете наркотики и не знаете, что делать, Номер телефона вы видите на экране. Мария Алексеенко, Дмитрий Ткаченко, Павел Пуненов, Вестник Северодвинска.